Чтобы соответствовать современным требованиям, каждому педагогу нужно постоянно повышать уровень профессионального мастерства, заниматься самообразованием, искать новые методы и подходы в обучении. Особенно это касается дошкольных воспитателей. Одним из способов достижения вышесказанного – проведение конкурса методических материалов и игровых разработок. Видим такое количество методических разработок учреждений дошкольного образования, которые, конечно же, способствуют развитию наших детей. И все сегодня представленные игры, они не только знакомят детей с родным городом, но и формируют у них вот это чувство патриотизма, которое в дальнейшем будет только развиваться. Традиционно конкурс методических материалов и игровых разработок проходит раз в два года. Проведение инициативы помогает не только расширить кругозор детей, но и сплотить педагогический коллектив, мобилизовать все наработки, которые есть в дошкольных учреждениях, чтобы впоследствии достойно представить свое заведение на районном, областном и республиканском уровне. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап заочный, когда педагоги разрабатывают, работают над накоплением этого материала, предоставляют его в учебно-методический кабинет в отдел образования. Очный этап, когда наработки уже будут здесь представлены, сегодня будет выбран приз зрительских симпатий, а компетентное жюри уже оценит все остальные номинации позже. И 1 июня будут подведены окончательные итоги проведения этого конкурса. Свыше 30 представителей учреждений дошкольного образования боролись в четырех номинациях о том, кто одержал победу и поедет представлять интересы города над Бугом. Столицу страны на республиканский смотр говорить рано, а вот с призом зрительских симпатий компетентное жюри определилось. Среди тех, кто одержал победу, Елена Цицерская, представляющая Еслисад номер 71. От идеи до воплощения тематической папки, или как сейчас принято называть лэпбуком, прошло полгода. Над его созданием работал дружный коллектив единомышленников. Информация приходит к деткам, конечно же, и более усваивается ими в игровой форме. Поэтому наш лэпбук, он полностью состоит из 17 игр. Причем, значит, мы ставили перед собой такую цель, чтобы познакомить наших деток с историей города Бреста от Бересте и заканчивая современностью. В игровой форме дети получают информацию о нашем любимом городе, что-то могут закрепить. Причем, ребенок может играть как самостоятельно, так и с воспитателем. И эта папка еще чем хороша, что ее можно взять домой и поиграть с родителями. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.